Навигация для маломерных судов открыта в центральной части республики, в том числе и в Якутске. Таким образом, на сегодняшний день лодки можно спускать на воду в 25 районах Якутии. А вот на реках Колыма, Индигирка, Яна и Оленек до сих пор идет ледоход. На них и на территории Булунского района навигация откроется только после полной очистки русел рек ото льда. Вместе с тем ГИМС напоминает всем судоводителям, что лодки должны быть оснащены всем необходимым. В первую очередь это касается спасательных жилетов. Их необходимо надевать во время движения судна на всех находящихся в лодке людей. Между тем, в этом году изменилась процедура регистрации маломерных судов. Об основных изменениях расскажет Виталий Абрамов. Алексей Иванович, всю жизнь мечтавший иметь собственное судно, только с выходом на пенсию, наконец нашел время и решился получить права и купить лодку с мотором. После сдачи теории, сегодня он сдает практику на воде. С друзьями, конечно, мы ходили там и отдыхали, ездили на лодке, а сам лично давно мечтал. Ну и вот моя мечта сбылась. Экзамен принимает строгие, но справедливые инспектора ГИМС. С их слов, качество обучения новых судоводителей с каждым годом только растет. Меняется сама программа обучения. Если раньше программа обучения состояла из поверхностных этапов обучения судоводителей, сейчас она идет более углубленная. С этим уже некоторые судоводители удивляют, поражают своими знаниями, что очень даже приятно, потому что бывает, что самые простые элементарные правила поведения на воде люди не знают. Таким образом, после выполнения ряда упражнений на воде и ответов на вопросы инспектора безопасности, наш герой благополучно сдал экзамен и через пару дней станет свежеиспеченным судоводителем. Но этот год преподносит также и новые правила. Основными нововведениями можно отметить, что отныне вся процедура регистрации лодки будет проходить по адресу регистрации собственника судна, а не по месту, где судно базировалось. Также по бланку судового билета изменения. Если ранее выдавалась книжечка зеленого цвета, то теперь бланк судового билета на формате А4 и заполняется с обеих сторон. Значит, выглядит вот как по образцу. Кроме того, изменениям подверглись и регистрационные номера маломерок. С этого года вместо семи знаков он будет состоять из одиннадцати и включать в себя две буквы, четыре цифры и в конце номер региона. Также обязательным становится нанесение на флагштоки российского триколора. Но если это невозможно конструктивно, то флаг следует нанести после номера. То, что было ранее зарегистрировано и выдано, закон обратной силы не имеет. Поэтому нововведение касательно вновь зарегистрированных судов. Так что, уважаемые судоводители, лучше найдите и изучите все нововведения лично. Все их можно легко найти в интернете. И самое главное, не забывайте о средствах спасения на воде. Виталий Абрамов, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.